Правительство рассмотрело вопросы улучшения экологии. Как стало известно, в течение пяти лет более 80 миллиардов тенге потратят на высадку 2 миллиардов деревьев. Финансирование необходимо для приобретения техники и оборудования. Будут приобретены тракторы, лесопосадочные машины и культиваторы. Будут увеличены площади питомников для выращивания посадочного материала. Экологические проблемы Казахстана приведут к катастрофе окружающей среды. По данным экологов, производственные предприятия суммарно сгенерировали уже более 20 миллиардов тонн вредных выбросов. Это связано с увеличением добычи и переработки свинца, фосфора и цинка. Такие предприятия далеки от совершенства. Их редко модернизируют. Нефтеперерабатывающие заводы недалеко ушли. Когда добывают нефть и газ, то сжигают попутный газ на факелах. Из-за этого в атмосферу выбрасывается огромное количество сажи. Кроме того, в стране с каждым годом увеличивается количество автомобилей, которых выбрасывает окись углерода из свинца в окружающей среду. А чиновники предлагают сажать деревья, но для этого нужны деньги. В течение пяти лет финансирование составит из республиканского бюджета 22 миллиарда, деньги из местных бюджетов 60 миллиардов. Финансирование необходимо для приобретения соответствующей техники и оборудования. Так, в целях исполнения поручения будут приобретены тракторы, лесопосадочные машины, культиваторы. Будут увеличены площади питомников для выращивания посадочного материала. Как сообщили в Кабмине, начаты масштабные работы по газификации северных регионов страны и началу реализации проектов строительства шести мусороперерабатывающих заводов. Для снижения воздействия на атмосферу от выхлопов транспортных средств проводится активная работа по переводу общественного транспорта на газ. Стимулируется увеличение количества электротранспорта. Также сообщается, что в Казахстане стартовал экологический проект «Тазат Абигат». Он станет одним из шагов по исполнению поручений президента страны о посадке 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов в городах. Самое главное, какую цель мы преследуем, это увеличение лесистости нашей страны. Сейчас она составляет 4,8%. Мы хотим довести ее благодаря высадке 2 миллиардов до 5%. Второе, то, что через 5 лет эти деревья мы сможем сократить выбросы, вернее нейтрализовать выбросы парниковых газов, которые, как вы знаете, деревья имеют способность абсорбировать парниковые газы. И третий эффект, то, что мы сохраняем биоразнообразие. Но, по словам экологов, сколько бы деревьев мы не посадили, это не спасет экологию. Если ситуация не изменится, то страну постигнут плачевные последствия для всего живого. Что же можно предпринять? Самое верное решение – сократить выбросы промышленных производств. Установив современные очистительные системы, можно снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Новые предприятия не проектируются без таких систем. Но есть одна проблема – их стоимость. Владельцы не хотят тратить много денег на то, что не принесет прибыль. Поэтому всячески экономят. Боржан Жахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.